Открываете глаза, а все деревья сухие. И видите вот такую картину. Посадим деревце в саду, и пусть его растёт. Пусть ветер рвёт его листву, пусть дождь его зальёт. Пусть разбросают семена, и может прорастут другие чудо деревца, и тоже зацветут. И может злобный караек и каверзный червяк деревья наши не найдут, и листья не съедят. И кто-то добрый, может быть, их будет поливать, им всё равно придётся жить и как-нибудь стоять. Вот так рождается семья, как деревца в саду. И если сразу не понять, что это тяжкий труд, садить, окапывать, растить, кормить и поливать, зимой укутывать, весной белить и обрезать, то будут наши деревца и сохнуть, и дичать. И ветер будет рвать листву, а ливень заливать, и будет злобный караек носить еду червям, и тля, и воры, и сосед, и листья пополам. И разлетятся семена в соседний огород, а там сиротки деревца приносят горький плод. Картина грустная, увы, но выход всё же есть. Мы можем вылечить сады, вернуть былую честь семье. Начало всех начал, как дерево любви. Садовник рядом, он сказал, что совершенны мы. А если деревце криво и чакнет бурьяне, садовник рядом. У него есть сер в святой руке. Он нас научит, как белить, кормить и обрезать, как нам самим во свете жить и как других спасать. Семья — великий важный труд. Садовник рядом, знай, трудитесь в собственном саду, возделывая рай. Друзья, то, что происходит здесь, это не просто очередное собрание очередного проекта. Здесь происходит чудо. Здесь происходит возрождение жизни. Потому что семья — это то, что было изначально придумано Вселенной, как совершенная модель человечества. Не правда ли, Александр? Это Александр, мой супруг. А это Елена. Это Висна по нашим бантикам. Ну что ж, друзья, мы приветствуем вас на открытии учебного проекта «Анатомия брака». Ваши аплодисменты себе, это здорово, это здорово, это погода. Не побоялись прийти сюда за солнцем в свою жизнь. Я уверяю вас, что сегодня будет очень интересно. Ну что ж, давайте знакомиться. «Анатомия брака» открылась в 2010 году. Мы работаем так для того, чтобы институт брака был институтом счастья и успеха для каждого, кто принимает решение принять участие в этом вечном таинстве — семья. Часто молодые люди вступают в брак по огромной, как им кажется, любви, и думают, что смогут вместе прожить всю жизнь, несмотря ни на что. Брак во многом можно сравнить с растением. Об этом рассказала только что Елена. И для того и для другого требуется хорошая плодородная почва. А это и есть то, как мы работаем над собой до вступления в брак. Именно по этой причине наступает момент в жизни, когда молодые семьи, как и многие другие пары, обнаруживают, что совсем не умеют строить взаимоотношения. И та огромная любовь, благодаря которой они поженились, не помогает им сохранить полноценную здоровую семью. А разрушенная семья — это разрушенное общество. Мы можем убедиться в этом, просто выйдя на улицу и прогулявшись в какой-нибудь праздник. И происходит это не потому, что кто-то из супругов или оба плохие, а потому, что не было элементарных знаний, просто подготовки к супружеской жизни. К браку нужно готовиться задолго до того, как вы встретите друг друга и окажетесь в ЗАГСе. И уж, конечно, до того, как вы уже все узнали друг от друга. Это вообще нужно делать в последнюю очередь. Как ни странно, в обществе мы можем услышать о многом. Молодежь учат о том, как не заболеть спидом. Но мало вы где услышите о том, как лучше хранить себя для того единственного человека. То есть о самом важном говорится так мало. Как сохранить себя для того, кого вы любите по-настоящему, и научиться великой науке построения взаимоотношений. Ведь если вы будете правильно строить свою жизнь и свои отношения, сама жизнь наградит вас большим счастьем. Вы должны понимать, что именно то, что вы делаете с вашей жизнью, сегодня, будет результатом вашим завтра. И на сегодняшний день анатомия брака по всему миру выпустила более тысячи выпускников. И мы можем с полной ответственностью сказать, зная наших друзей. Ну и уж, конечно, зная друг друга, мы очень разные и сложные люди. Ну, конечно, я сложнее, потому что я женщина. А Саша, он, конечно, терпеливый и хороший, но ничего. Я могла бы вам много рассказать, но я этого вам всего не скажу, потому что на анатомии брака меня научили, что нельзя говорить с другими людьми о том, что происходит лично у вас. И вот благодаря маленьким таким правилам я могу сказать, что из этой школы, из этого института выходят здоровые на голову люди. Здоровые по-настоящему, которые согласны сражаться за свою жизнь, которые не называют свой брак, не делают свой брак браком. Он только так называется. Мы делаем свой брак счастьем, даже когда мы абсолютно не понимаем друг друга. И так по всему миру уже работает, функционирует и рождает здоровые головы 70 филиалов. Это за три года. Понимаете, за три года. Начиналось это все практически при нас. И мы хотим помочь каждому из вас состояться в браке. Это самая будет большая победа в жизни. Больше, чем победа в бизнесе, больше, чем покупка авто или еще одной дачи. И для вас наша большая многонациональная команда. То есть вы не сбежите от нас. Даже в другой стране вы можете найти анатомию брака. Учебного проекта анатомия брака трудится, чтобы каждая семья могла быть счастливой. Это вопрос чести для нас, чтобы каждая семья, которая захочет, была счастливой. Я думаю, хорошая, здоровая семья – это залог здорового общества. Потому что это одна из главных ячеек. И, как Елена сказала уже, что мы тоже являемся выпускниками школы анатомии брака. И лично от себя скажу, что я получил там неоценимые знания, которые невозможно оценить. И благодаря этим знаниям наша семья, она не просто, там говорят, крепнет, возрастает. Но это семья, которая, вот как деревца в саду, постоянно расцветает. Постоянно приносит какие-то свежие, сочные плоды. Поэтому я лично благодарен и рекомендую всем, кто еще не прошел эту школу. Скажу по секрету, когда я слышала такие вот слезливые свидетельства, какие мы, ну, мы хорошие, я никогда им не верила. Поэтому скептикам говорю сейчас, чистая правда. Но никто не отменял великий важный труд. Поэтому готовьтесь трудиться. И у нас есть для вас истории тех людей, которые выразили благодарность, либо просто поделились своими историями жизни. Тот, чем им помог этот уникальный проект. И от себя лично хочу сказать. В 39 лет мне хотелось застрелиться. Не потому, что все в моей жизни было плохо. Все как раз было неплохо. Но одиночество, оно достает людей. Оно просто, ну, все хорошо, ты будешь ходить и улыбаться. Но внутри что-то постоянно тебя мучает. В 39 лет я сказала Бог. Ну, я сказала Бог, потому что я верующий человек. Я сказала Бог, если ты есть, ты, пожалуйста, что-то сделай с моей жизнью, потому что мне надоело быть одной. И оказалось, что Бог есть. И вот буквально сразу я встретила Сашу. Я абсолютно не влюбилась в него. То есть даже, мало того, мне говорили, обрати внимание на этого парня. А когда мне такое говорили, значит, на этого парня 100% никакого внимания обращать не буду. И это будет враг на родине. Когда мне кого-то сватали. И поэтому я была абсолютно, я считала, что я в полной безопасности. Мы с ним оба, режиссеры, актеры, мы ставили спектакль. Мы поставили спектакль. Этого времени как раз нам хватило для того, чтобы я увидела в этом человеке все то. Причем я сопротивлялась, я боролась с этим. И вот я мама двоих детей. Я вдова, к сожалению, потому что мы не знали с моим первым, даже не могу сказать мужем. По паспорту мужем, по отцовству для моих детей, отцом и мужем. А по жизни моим тем мальчишкой, понимаете, из соседнего двора, с которым мы решили, чтобы в армию можно было к нему ездить в гости, на законных основаниях стать его женой. Вот так и поженились. А потом съездила я в армию и уже приехала с ребенком из армии. Вот так и получилось. Совсем не так, как это должно быть. И вот он не смог жить, он умер. Не смог с этой жизнью справиться. И понимаете, в 40 лет я стала невестой. Я так боялась этой даты. И оказалось, что вот есть для каждого счастье. И не надо его ждать в 16. А может прийти и в 40. Я вас напугала так специально, чтобы вы вооружились терпением. И вот знаете, как вы понимаете, у меня двое детей. То есть мне что-то известно о всем том, к чему стремятся якобы вся молодежь. Мне об этом что-то известно. Но с этим человеком мы поцеловались впервые на свадьбе. И я вам скажу, что я поцеловалась впервые в 12 или в 13 лет. Это не было праздником. Было гадко. Хотя все так делали и хотелось тоже, чтобы было так. А с этим человеком я поцеловалась в 40. Я вам скажу, никогда и ничего в моей жизни не было более прекрасного. Это не значит, что он такой противный был, что мне не хотелось с ним целоваться. И уж, конечно, хотелось ему целоваться и вообще проглотить меня целиком. Но мы так договорились. И поэтому вот это было огромное счастье. Все, закончим. Елена Григорьева-Несмеян. Моя песня, режиссер, патрица. Просто захотелось вам рассказать это. Стоят люди к Богу, узнают, что это за люди. А такие же люди, с такими же в голове иногда. Ну что ж, давайте послушаем историю номера. Совершенно с вами согласна, Александр. Всегда соглашаюсь. Хочу выразить огромную благодарность создателям проекта «Анатомия брака» Куксенко, Андрею и Валентине. Знания и понимания, полученные на этих занятиях, сохранили мою семью. На сегодняшний день нашему браку 24 года. А год назад мы с мужем могли бы расстаться. Наши отношения за долгие годы непонимания, незнания законов, построения семьи зашли просто в тупик. И найти причины нашего отдаления было уже невозможно. Посещение «Анатомия брака» было для нас последним шансом попытаться сблизить дистанцию. Не очень было понятно, что можно услышать нового, прожив вместе более 20 лет в браке. И знаете, каждое занятие открывали мы новые грани и стороны взаимоотношений. Каждый урок становился прозрением. Мы начали очень медленно менять наши отношения. Да, мы приложили усилия, и немалые, благодаря тому, что научили, начали учиться законам, по которым строится семья. И сегодня мы вместе. Нашей дочери 22 года. И мы хотим, чтобы она строила свою будущую семью на тех ценностях, которые дает проект «Анатомия брака». Ну что ж, а сейчас история, еще одна история. «Анатомия брака» — это первый шаг к формированию личности. Когда я ждал нового набора в группу, мне и в голову не могло прийти, что это так круто. Проходя уроки, я понял, что мне по жизни что-то не объяснили, не договорили или просто сами не знали. Чем же мы отличаемся, как нам понять и принять друг друга, как избежать конфликтов и укрепить взаимоотношения. И самое главное, что же это — любовь или все-таки влюбленность? Одна из тем учебного проекта. Все эти знания помогли мне избежать многих ошибок в общении с любимыми родителями и окружающими. Уроки настолько практичные, что после каждого занятия я понимал, как мне дальше двигаться в познании себя и других. Смело можно сказать, это лекарство для сегодняшнего общества, для семей и молодых людей. Это то, что многие ищут, но не могут найти. Когда девушки говорят, да, классно, мне так понравилось, теперь у меня будет хороший муж, это можно понять. Но когда ребята признаются в том, что да, я понял, я что-то узнала новое, это классно. Ну что же, мы приглашаем на эту сцену импровизированного заместителя начальника управления семейной политики и социальных услуг Министерства социальной политики Украины Фёдора Валерьевича Курмина. Я рад всех приветствовать. В первую очередь хочется поблагодарить организаторам за приглашение, потому что для нас оно было достаточно неожиданным. Я имею в виду для департамента. Я об этом узнал буквально в четверг, наверное, или в пятницу. Но, тем не менее, не посчитал возможным не приехать сюда и также вас не поприветствовать. Потому что, наверное, организаторы, сами того не ожидая, так случилось, что в министерстве оказался чиновник, который прекрасно понимает контекст этого мероприятия, то есть что это значит. Подготовка к супруженству, потому что мы когда-то со своей второй половинкой прошли курсы совсем в другой области, совсем других преподавателей, но, тем не менее, суть-то была та же. И у нас также была революция в сознании по поводу того, что такое взаимоотношение в семье, о том вообще, что такое семья, на каких основах она формируется, зачем человек создает свою семью. То есть, безусловно, сегодня все мы знаем о том, что ситуация достаточно непростая в отношении семьи. Я не хочу говорить, что она находится в кризисе, но, тем не менее, есть вызовы, с которыми, в принципе, украинская семья справляется. Достаточно успешно, я считаю, в отношении ряда стран, где ситуация гораздо хуже, то есть Европы, отчасти Соединенных Штатов и так далее. И у нас сегодня есть достаточно высокий уровень разводов. Он за всю историю независимости Украины стабильный, от 53 до 56% в среднем по Украине. Статистика, разница есть по регионам. То есть, если, например, на Западной Украине статистика разводов, ну, примерно 27-31% от количества людей, которые женятся, то в Донецкой и Луганской областях доходит она до 68%. Ну, если вдуматься, то это, в принципе, катастрофа, с одной стороны, да, потому что, что такое развод? Это не просто два человека разошлись, ну и остались друзьями, как иногда по телевизору говорят. Так не бывает. Это израненные жизни, как минимум, двух этих людей, не дай Бог, если у них есть еще детки, их родители, близких друзей. То есть это для всех стресс, это проблема, и она никогда уже не уходит из сознания человека. У нас сегодня 1,3 миллиона семей, которые воспитывают, одиноких семей. Там детей воспитывают, как правило, мамы. Это, в принципе, 20%, так, чтобы было понятно, от общего количества семей, в которых есть детки до 18 лет. То есть, опять же, что такое, когда ребенок воспитывается одним из родителей, и так не просто случилось природно, а это просто искусственно создали родители эту ситуацию, то это тоже проблема. Далее у нас есть колоссальное количество деток, которые, то есть развивается социальное сиротство, когда дети становятся сиротами, по сути, при живых родителях, когда их просто бросают родители, и все. В 2012 году, по-моему, 14,5 тысячи деток получили статус деток посбавленного Батьковского пеклованья в Украине. И есть ряд других проблем. И, знаете, целый ряд исследований, и отечественных исследований в том числе, говорит о том, что основная проблема, то есть основная причина всех этих проблем, она не заключается, как многие думают, в деньгах, например. И элементарным подтверждением тому является то, что у нас на Западной Украине, мы прекрасно понимаем, что какой у нас самый богатый город в Украине, ну Киев, да, это понятно, это столица. То есть и самые высокие зарплаты, ну богатые там Одесса, Донецк, Днепропетровск. То есть, но в Западной регионе они наиболее бедные в плане финансов. Но тем не менее, статистика разводов там значительно ниже, на порядок ниже. То есть это один из столько таких маленьких факторов, которые просто нивелируют тезис о том, что деньги это главное. И сегодня, к сожалению, чиновникам, министерству, администрациям, ну достаточно, скажем так, сложно это все понять, и донести это до людей о том, что все-таки причина заключается в том, что человек элементарно не готов к созданию своей семьи. Он не готов. Почему не готов? А потому что, ну кто его должен был подготовить? Понятно, первая институция, которую готовят от родителей. Насколько сегодня институция выполняет свою задачу? Не выполняет. Потому что статистика разводов, ну поколения, допустим, моего, наших родителей, их тоже половина в разводе. То есть моих сверстников половина родителей находится в разводе. То есть пример однозначно негативный. Вторая институция, которая должна была поддержать родителей, если они не справляются, это государство. Вопрос, справляется сегодня эта институция или не справляется? Ответ, опять же, не справляется. Потому что у нас в школах нет дисциплин по этике семейной жизни, по взаимоотношениям, которые там иногда вводились при советах, потом их снимали, в результате не срослось. Этих дисциплин нет. То есть эта институция тоже не справляется. Мы уже не говорим о том информационном пространстве, в котором мы находимся, понятно. И соответственно, а человек-то все равно формируется. И потребность в счастливых взаимоотношениях в семье и вообще в семье, в принципе, у него же не отпадает. И рано или поздно он свою семью создает. Но и то, насколько готовым он это сделает, мы видим сегодня по тем проблемам, которые есть в Украине. Не только в Украине. И поэтому, безусловно, тем инструментом, который... То есть государство может выкидывать колоссальные деньги для борьбы с насилием, с социальным сиротством, с разводами и прочими-прочими направлениями, колоссальные деньги тратит. Но, тем не менее, оно таким образом борется со следствием. То есть мы не решаем причину таким образом. Причина заключается в том, что им надо рассказать, что такое семья, зачем ее создавать, на каких основах она создается. Что такое любовь вообще в семье? Как там надо воспитывать детей? Как надо решать конфликты? То есть мы... Ну, в обществе есть такое стерейки, потому что для того, чтобы не стать успешным человеком в жизни, каждый из нас идет в школу. Мы потом прикладываем там колоссальные усилия. 10-11 лет мы там учимся. Потом мы поступаем в университет. То же самое у всех по-разному. Там 5 медики, 7 лет учатся. Это стрессы, это экзамены, это куча денег, всех ресурсов, усилий, родителей, всей семьи. Дальше работа. И таким образом мы со временем становимся профессионалами. И все это для того, чтобы чувствовать себя хорошо в жизни, быть успешным человеком и содержать свою семью. Ну, а в то же время все думают, для того, чтобы создать свою семью, и она была такой же успешной, ну, то главное найти человека подходящего, а там оно все само собой срастется. Но оно не срастается. Оно почему-то не срастается. И знаете, я сам просто иногда читаю лекции, когда есть возможность по подготовке к супружеству. И когда сидят в аудитории молодежь, все глаза горят, все любят друг друга, они держатся за руки, они когда берутся за руки, у них дрожь проходит по телу. Супер, класс. Знаете, проходит... Им всегда есть о чем поговорить, есть куда сходить. Они в одно и то же время хотят смотреть один и тот же фильм, идти в один и тот же ресторан. У них нет проблем, все классно. Но знаете, когда проходит год, два, ну, всех по-разному, полгода, пять лет, то ситуация кардинально меняется. И когда проходит этот период времени, ты смотришь на людей, ну, то это два разных человека. То есть между ними пропасть, есть мама и есть папа. У каждого есть свои параллели. Тут проблемы, работа и так далее. Единственное, что их связывает, у них нет общих ценностей, общих интересов. Они вместе не купаются в бассейне, не играют в теннис, не знаю, не гуляют по городу ночью и так далее. Их связывают только дети, ну, родители, может быть, там, родственники. И, ну, так, а так никто не хотел. И сегодня, то есть они не могут с этим ничего сделать, если они, безусловно, не ищут инструментов, которые могут помочь это сделать. Поэтому, ну, об этом можно долго говорить. Безусловно, опять же, возвращаясь к исследованиям, сегодня министерство начинает понимать о том, что основная причина не заключается в деньгах, жилье и так далее. Да, это важная составляющая, но не основная. Нам нужно подготовить человека к соборожеству. И сделан, в принципе, вот, когда мы еще, наверное, в 10-м году думали, занимались разработкой общегосударственной программы поддержки семьи, диссертации своей по семейной политике. И сегодня, вернувшись, мы, так получилось, что кабинет министров 15 мая 2013 года была утверждена общегосударственная программа по поддержке семьи. И она предусматривает три приоритета. Первый приоритет — это информационная составляющая. То есть мы хотим повышать, скажем так, ценность семьи на уровне средств массовой информации. Билборды, телевизоры, журналы, плакаты, буклеты какие-то и так далее. То есть для того, чтобы, ну, эта ценность была, скажем так, более узнаваемой, понятной, чтобы в нашем обществе элементарно было, ну, как минимум можно иметь семью. С семьей отдыхать, с ней проводить время, заниматься воспитанием своих детей и так далее. Чтобы папа, ну, понимал о том, что пора вкладывать своего мальчика или девочку, ну, не в 13 или 10 лет, а с момента их зачатия. И вторая составляющая — это борьба с насилием. Сегодня это явление есть, и никуда от него не денешься. Ну и третий приоритет этой общегосударственной программы — это как раз-таки подготовка молодежи к супружеству. То есть, да, он впервые сегодня появился в государственном документе, такой приоритет. Но есть проблемы, то есть достаточно много трудностей с реализацией связаны этот приоритет. Потому что одно дело, когда, скажем так, например, работает «Анатомия брака», этот, ну, не проект, а эта школа, рано работать с одной аудиторией. То есть, когда, неважно, люди могут посещать церковь на базе христианских общин. То есть, это одна аудитория. Но другое дело, когда какой-то приоритет, какое-то направление начинает реализовываться в масштабах всей страны, ну, то возникает масса трудностей. То есть, чтобы поставить это на системную основу, когда этими курсами, которые мы хотим, чтобы работали как минимум в каждом областном центре, желательно в районных центрах в Украине, в то количество, в котором это будет необходимо. То есть, чтобы поставить эту работу, есть очень много трудностей, естественно, с преподавателями, с программами, с оплатой труда сотрудников. Потому что на сегодня у нас есть успешный опыт в Киеве в отношении реализации такого проекта. Это есть курсы тоже на государственной основе, которые проходят. И статистика говорит о том, что людям это нравится. Но, опять же, лекторы, которые там читают, ну, их было достаточно... Они инициировали, по сути, это, да. И чтобы подготовить таких людей, потому что сегодня, чтобы заинтересовать молодежь, то есть, чтобы она сама пришла, просидела в Киеве идут лети лекции полтора часа в день, то есть, это конкурсом месяц проходит, месяц, там, 15-14 занятий, это с 19.30 до 21 часа. То есть, полтора часа человек должен мотивировать себя чем-то туда прийти. И прийти туда 15 раз в течение месяца. После работы, несмотря на все свои обязанности, там, и так далее. То есть, ему там должно быть, как минимум, интересно, чтобы туда он пришел. И поэтому, конечно, нам проще, да, в Киеве есть гораздо больше и ученых, и общественных деятелей, ну, и так далее, и так далее, которые, скажем так, инициативу этим могут реализовывать. Но, когда мы идем в районы, например, я не говорю даже о уровне села, то есть, там с этим все гораздо сложнее. Поэтому, конечно, у нас есть опасения определенные, насколько этот приоритет удастся. Потому что, также, в населении есть, ну, всегда такая достаточно обратная реакция, когда все, что делает государство, это всегда... Либо от нас что-то хотят, нас снова хотят всех посчитать, обилетить, понять, сколько, кого, как, где и зачем. Поэтому, конечно, снова-таки, я думаю, будет наше сотрудничество продуктивным в этом направлении. Я в это верю, чтобы населению объединить усилия и дать понять о том, что этот приоритет действительно ценен, он важен, и о том, что он вообще основополагающий. Потому что многое сегодня об этом приходится объяснять. Для того, чтобы вообще этот приоритет попал в общую государственную программу, снова-таки, нужно было предложить колоссальные усилия. Для того, чтобы вообще на Кабмине, на заседании Кабминета министров, люди, ну, приняли эти вещи. Потому что им нужно всем объяснять о том, что это такое и так далее. Поэтому я хочу пожелать тем слушателям, которые первый раз на презентации сегодня, которые первый раз слышат о том, что такое за направление этой школы, безусловно, идти, не сомневаться, там наверняка будет все интересно. И знаете, когда, опять же, вспоминаю аудиторию, в которой иногда выхожу, и очень часто, особенно у нас, у юношей, больше гораздо скепсиса, конечно, к таким вещам, и когда мы спрашиваем у парня, ну, как вы сюда пришли? Ну, и очень часто у парня спрашиваешь, каким образом вы сюда пришли? И то он показывает на свою девушку. Она мне притащила сюда. Да, она мне притащила. Ну, может, ну, то есть, когда мы слышим о том, что мне там где-то что-то будут рассказывать, я сам кому больше расскажу. То есть, да, первая реакция юноши, вот, меня там будут учить жизни. Ну, тем не менее, когда первое занятие проходит, то все понимают о том, что они, наверное, ничего не знают о семье, сколько им это интересного, и вообще какая-то колоссальная инвестиция в свою семью. Ну, и потом уже ходят до последнего занятия и тащат своих друзей. Поэтому я желаю всем успехов, удачи, большое спасибо за приглашение. Спасибо вам. Вы прекрасный лектор, кроме того, что вы чиновник, вы чиновник, вы чиновник. Я почувствовал себя студентом. Буквально так на пять минут я вновь очутился на этой скамине. И мне действительно было интересно слушать, и я бы с удовольствием пошел еще раз на эти курсы, и ходил, и ходил, и ходил, чтобы совершенствоваться. Только теперь всей семьей. Да, только теперь всей семьей. Спасибо. Ну что ж, а сейчас мне бы хотелось с огромной радостью пригласить сюда тех людей, благодаря которым это есть сегодня. Я приглашаю на сцену основателей и руководителей школы «Анатомия брака» Андрея Александровича и Валентину Анатольевну Куксенко. Ваши аплодисменты! 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 Спасибо большое! Спасибо вам большое! Очень приятно, что вы нас так приветствуете. И вы знаете, я скажу буквально несколько слов. Для тех, кто меня не знает, хочу с вами познакомиться. Меня зовут Валентина, это мой муж Андрей. Мы в браке уже почти 14 лет. И вы знаете, за все это время нам удалось построить хорошие семейные отношения. Нам удалось пройти через разные кризисы, через разные трудности. Потому что наша семья, она, наверное, особенно в том, что нам пришлось проходить разные трудности. Трудности, и когда родился наш ребенок, это болезнь ребенка, разные трудности. Но мы смогли, мы устояли и мы поняли, что можно построить хорошую семью. Часто молодые люди говорят, что мы развелись, потому что не сошлись характерами. А я всегда говорю, невозможно не сойтись характерами. Вы знаете, у меня есть родной брат, и мы с ним настолько разные. Мы с ним убивали друг друга в детстве. Мы дрались так, что невозможно. Работали на стеклозаводе. Да, потому что у нас разные характеры. Но тем не менее, мне сегодня 37 лет, моему брату скоро будет 36. И знаете, какие бы ни были у нас драки и все, если я знаю, что моему брату плохо, плохо мне. И какие бы ни были у нас разные характеры, мы до сих пор сегодня любим друг друга. Мы до сих пор сегодня общаемся, и мы с ним не разбегаемся. Поэтому я знаю, что нет такого понятия, как не сошлись характерами. Нет такого понятия, как сексуальная несовместимость. Такого понятия на самом деле нет. Когда два человека по-настоящему любят друг друга, и когда они живут друг для друга, и когда они смотрят не на себя, а на другого человека, можно построить хорошее семейное отношение. Часто мне задают вопрос, зачем вам это надо? Вы делаете это бесплатно, вы не берете за это денег. Мы делаем это как общественная организация. У нас открытая общественная организация «Анатомия брака». Почему я приняла решение делать сегодня это для молодежи? Есть две причины. Одна причина – в 10 лет я осталась без отца. Отец развелся с матерью и ушел. И мама одна тянула нас с братом. Это было очень тяжело. Для меня была трагедия, когда ушел папа. Папа, которого я любила. Мне всегда казалось, что я папу любила больше, чем маму. Обычно почему-то девочки, они к папам тянутся. Я люблю и маму, и папу. Но когда ушел папа, для меня это был очень большой стресс. Я переживала очень сильно. Когда в 12 лет на суде мне говорили, «Валечка, с кем ты хочешь остаться? С папой или с мамой?» Потому что папа с мамой подали в суд, чтобы делить не имущество, а делить меня. И я, понимаете, когда я не могла ответить судье, что вы не понимаете, какой вопрос вы задаете. Мне 12 лет, и я хочу быть и с папой, и с мамой, но я понимаю, что это невозможно. И когда я в этом росла, и понимала, что это очень тяжело, у меня была одна мечта. Я с маленького возраста, вот с того момента, как ушел папа, вот была моя мечта. Когда я вырасту и выйду замуж, я хочу выйти замуж один раз и никогда не разводиться. Не с такой мечтой должны расти дети, немножко с другой. Но, как правило, очень многие мы растем с такой мечтой, чтобы мне не повторить судьбу моих родителей. И когда мне было 19 лет, знаете, пришло ко мне такое понимание, что мне нельзя жить для себя, что я хочу жить еще для кого-то. Вот. А почему ко мне пришло такое понимание? По одной причине. Я просто с 19 лет начала читать Библию. Я начала читать каждый день. И знаете, очень интересные слова там написаны, что нужно жить для других, нужно заботиться о ближнем, нужно любить ближнего. Я знаю, что все из вас когда-то читали Библию, особенно когда тяжело. И я начала жить с такой мыслью, что я не должна жить только для себя, я должна жить еще для кого-то. И когда я вышла замуж, мы строили с мужем отношения, и я поняла, что вот, я вышла замуж один раз и навсегда. Кто-то может мне сказать, что, ну, еще вы только 14 лет, не зарекайся. Я не зарекаюсь, я могу быть уверена. Потому что я тружусь сегодня над тем, чтобы моя семья была счастливой. Если бы я не трудилась, поверьте, у нас с мужем уже было сотни раз развестись, разбежаться, просто уйти от этих проблем. Но мы что-то узнали. Мы узнали, как правильно строить семью. Я узнала, как не быть эгоисткой. Я узнала, как любить другого больше, чем ты любишь себя. Я узнала, как действительно строить правильно свои отношения, не на эмоциях, а на каких-то истинах, которые могут спасти семью. И со временем я поняла, что мне нужно помогать в этом другим людям, другой молодежи. И, знаете, со страхом мы просто начали эту школу, анатомия брака. Первый наш курс, у нас было всего лишь 12 студентов, которые закончили анатомию брака, и которые на следующие курсы все время, они начали сами приводить нам людей. И я поняла, что значит у нас что-то получается. Но более того, когда я увидела, что после нашего курса люди не просто прошли курс, когда они поженились, когда они стали жить счастливой семьёй, когда у них начало всё получаться, я поняла, что есть в этом смысл. Есть смысл в том, чтобы обучать молодёжь. Есть смысл в том, чтобы помогать молодым людям строить правильные взаимоотношения. Потому что отношения строятся не на эмоциях, отношения строятся на решениях. Я также знаю, что у каждого из вас есть родители. Кто-то говорит, мне повезло с родителями, а кто-то говорит, о, если бы я родился в другой семье или в другой стране, у меня бы была другая судьба. Кто-то говорил так иногда. Потому что мы иногда смотрим на детей, которые родились в семье богатых людей. И нам кажется, вот если бы они были моими родителями, Но вы знаете, при всём при том, какие бы ни были у нас родители, мы никогда не бросаем их. Мы никогда не отрекаемся от них. Мы продолжаем и всегда любим наших родителей такими, какие они есть. Поэтому я считаю, что даже семью нужно строить и можно построить вот такими, какие его есть. И никогда не расстаться, и никогда не развестись. И моя мечта действительно научить всю молодёжь к тому, чтобы они готовились к семье. Мы разбираем очень хорошие уроки, у нас очень интересные уроки, у нас очень много дискуссий, у нас очень много вопросов. И самое главное, что мы учим строить семью не на эмоциях. Мы учим строить семью не на чувствах, не на... Знаете, как мы чувствуем, что мы любим друг друга? Когда муравьи по телу бегают, когда у нас просто бабочки под свитером летают. Кто-то сказал, любовь — это когда бабочки под свитером летают. Но вот мы приводим молодёжь в чувство, что настоящая любовь — это когда ты принимаешь решение любить этого человека один раз и навсегда. Вот, поэтому я хочу вам сказать, что если вы будете ходить на нашу школу, я думаю, вам будет интересно. Вы узнаете много интересных вещей. Вы узнаете много вещей, которые вы раньше не знали. Более того, скажу, вы будете с какими-то вещами с нами спорить, а мы будем вам доказывать, что это так. И можно построить благодаря такому подходу очень счастливую семью. Я очень рада видеть здесь пары, которые прошли анатомию брака, и они уже в семье. Они женаты, они замужем. И они здесь пришли сюда тоже, чтобы поддержать нас, и чтобы помочь нам, и чтобы действительно порадоваться вместе с нами. И хочу приветствовать всех, кто действительно сегодня уже построил хорошую счастливую семью. Может быть, они ещё недавно женаты, но я думаю, что если они начали с правильных ценностей, если они начали с правильных решений, с правильных вопросов, то у них всё получится. Поэтому хочу каждого из вас, кто первый раз сегодня, пригласить на эту школу, и думаю, что вам будет интересно. И, наверное, передам сейчас слово своему мужу, и думаю, он скажет ещё что-нибудь. Добрый вечер всем. Рады вас очень видеть. Хочу сказать огромное спасибо. Вы знаете, исследую риторику. Давайте я это скажу. Мне 37 лет. Я бывший военный. Я в 14 лет попал в Киевское Суворовское училище. И я ещё застал времена, когда мы изучали научный коммунизм, коммунизм, марксизм и ленинизм, и так далее. Историю партии. Я помню, я штудировал труды Ленина. Это было в 14 лет. И мне это было кошмарно. И вы знаете, как-то вот находясь в армии, я привык к определённой риторике государственных мужей. И когда сегодня вы говорили, то есть для меня это была совершенно другая интонация, абсолютно. И какой-то вот у меня, честно, проблеск надежды появился. Проблеск надежды. Прямо я сижу и представлял себе вот так воочию, представляю, это заседание там, кабинета министров, рабочей группы какой-то, где обсуждаются вопросы, где не просто говорится, ну, что там, надо денег им выделить, там, сколько с держбюджетом мы им выделим сейчас, там, на это, на реализацию программы. Я понял о том, что какое-то хоть осмысление приходит, ну, какой-то проблеск надежды. Денег не дали, но разрешили хотя бы вставить в реалитет, как инструмент. Это здорово. Слушайте, честно, на самом деле, хочу вам сказать, друзья, денег не надо. Почему? Раскроем одну тайну, я вам не рассказывал, расскажу вам одну тайну, самую главную. Итак, почему же мы проводим проект Анатомию Брака? Вы знаете, есть такая штука в психологии взаимоотношений людей, называется стратегия вин-вин. Кто из вас слышал? Вин-вин называется. Выигрываешь ты, выигрывает другой человек. Я вам скажу, я такой счастливый, честно, как муж, когда моя жена проводит урок Анатомии Брака, всю неделю после этого я такой счастливый. Почему? Объясню вам. Кстати, это может быть вопрос, кстати, о системности, решение одной системной. Я считаю лично, если вы уже женаты или замужем, если вы хотите действительно по-настоящему строить правильно семью, единственный способ, я другого способа не нашел, единственный способ, как вы можете сами в своей жизни реализовать то, что вы, возможно, знаете или о чем догадываетесь, расскажите об этом кому-то. Постарайтесь кого-то в этом убедить, и вы сами поймете, что вы вообще знаете. И как вы живете или не живете. Я счастлив. Я никогда не прекращу, не буду прекращать вести этот проект по одной простой причине. Хотя есть уже пары, которые могут вести. Мне это очень выгодно. Каждый раз, когда я рассказываю о том уроке о психологии, разности психологии мужчин и женщин, вы не представляете, я в этот момент прокручиваю последние там 3-4 месяца и понимаю, ведь она была права. И я понимаю, почему я, простите, тупил. По одной простой причине. Я раньше-то думал о том, что оказывается, она чего-то не понимает, оказывается, что-то то. Но когда я рассказываю всем другим о том, что мы разные, вдруг, неожиданно, у меня самовонступ приходит прозрение в очередной раз. Что оказывается, мы-то разные, и одного раза недостаточно. Давайте такой простой пример, очень понятный будет. Попробую, не буду копировать, но попробую объяснить. Скажите, пожалуйста, кто из вас в школе изучал математику? А кто изучал физику? Скажите, пожалуйста, нужны ли знания в математике и физике для того, чтобы построить самолет? Нет, да? Я понял теперь. Вы, наверное, работаете ЮТР, там у них парни периодически. Так вот, вопрос ко всем. Я тоже учил математику и физику, более того, закончил школу с серебряной медалью, отлично. Вы знаете, мне пришла недавно идея, построю-ка я себе самолет. И вот всех вас я приглашаю в первый полет. Вопрос. Бизнес-класс. Бизнес-класс, абсолютно. Кто из вас полетит на моем самолете? Вы полетите. Давайте откроем начальную тайну. У меня образование инженерное, конечно, но я инженер электронной техники. То есть компьютеры. Самолетостроение не моя фишка. Но я учил математику и физику. У меня вопрос. Так кто же из вас полетит? Я вас приглашаю бесплатно. Руслан, у тебя в камикадзе не написано в паспорте? Это риск. А, ты любишь риск? Ну, я тебе хочу сказать, это риск в одну сторону сразу. Так вот, друзья, смотрите. Независимо от того, сколько бы мы с вами не изучали математику, физику, если мы принимаем решение, к примеру, построить самолет, если я захочу построить, я сам бью не полечу. По одной простой причине. Одна простая причина. Я не специалист. Я не квалифицирован достаточно в этом вопросе. Так вот, у меня вопрос ко всем. Скажите, пожалуйста, сколько часов вы изучали в школе, в институте этику и психологию современной жизни? А как вы планируете семью до построить? Вот если я сейчас построю самолет и всех вас что-то приглашу, ни один из вас не захотит полететь. Но мы все почему-то внутренне убеждены и уверены, что у нас получится отличная, потрясающая семья. Хочу вам сказать, друзья, у нас очень классное намерение. Но реалии другие. О чем говорит статистика, которую мы только что слышали? Что это за статистика? Давайте не будем пугаться. Статистика проста. Статистика это очень упрямая вещь. Помните, кто смотрел служебный роман, помните, Министерство статистики, где цифры, где Новосельцев получал за неправильно составленный отчет. Так вот, статистика вещь упрямая, друзья. Она говорит о чем? Она не говорит о плачевном состоянии общества, нет. Она всего лишь дает нам подсказки о том, где нужно копаться. Где нужно нам покопать, где нужно найти проблему. И вот именно по этой причине мы решили проводить этот учебный проект «Анатомия брака». О чем мы говорим? На вводном уроке мы больше посвятим, но я вам хочу сразу сказать, друзья, мы изучаем самые-самые-самые-самые разные аспекты. Ну, хотя бы один, такой простой. Давайте я вам буквально, знаете, сделаю вам такой... Экскурс. Прикормочку сделаем, называется. Так вот, расскажу вам простой момент. Кто из вас когда-нибудь ходил на свидание? Интересно, ходили на свидание, отлично. Теперь мужчины, мужчины, мне нужен кто ходил на свидание, ребята? Так, давайте, давайте, давайте возьмем... Не-не-не-не-не, я хочу сейчас... О, как зовут? Леша, приятно очень. Леша, такой вопрос, если не секрет, сидим можно. Такой вопрос, скажи мне, пожалуйста, вот к примеру, ну, так получилось, свидание совпало, что, ну, зарплаты еще там пару месяцев, ну, пару неделек осталось ждать, вот, костюм как раз где-то там не очень так, вопрос, что ты будешь делать? Ты хочешь пригласить девушку в кафе, ну, как бы не по парку, не под дождем же будете гулять. Хочешь пригласить ее в кафе, денег нет, что ты сделаешь? Ну, во-первых, я бы не попадал в такой ситуации, что у меня нет... Ну, к примеру. Не в кафе, себе домой. Я всегда смотрю, девушка как-то улыбается. Первый раз, ты все. Вопрос, хорошо, что вы сделаете? Ну, реально. У друга вся девушка, правильно? Отдолжить. Девушки, вопрос, конечно, девушкам теперь вопрос, конечно, приходя на свидание, вы обязательно первым делом расскажете о том, что вы не очень хорошо готовите, правда? Что убирать вы не очень любите. Об этом вы будете рассказывать на первом свидании. А он вам расскажет, что он одолжил деньги. А он вам расскажет о том, что он одолжил деньги, чтобы сводить вас в кафе. Конечно же, друзья, мы не будем об этом рассказывать. А теперь вопрос. Так, а что же мы делаем на свидание? Хотите, я вам расскажу правду? На свидание, друзья, мы очень красиво, технично обманываем друг друга. Вводим в заблуждение. Актерское мастерство. Актерское мастерство проявляем. А потом, неожиданно, спустя 2-3 месяца в браке, мы говорим, а я думал о тебе, что ты другая. А она говорит, а я думал, что ты другой. И вот именно по этой причине, друзья, ну а что мы хотим? А что мы хотели? Мы так и делаем. Поэтому мы объясняем, у нас есть один из уроков вся правда о свидании. Где мы объясняем о том, как же сделать это правильно. Как сделать так, чтобы узнать правду друг о друге. Потому что чаще всего формулировка, с которой разводятся семьи, ну, стандартная формулировка, они зашли с характерами. А на самом деле формулировка какова? Они говорят, я тебя увидел с другой стороны. Она говорит, я тебя тоже увидела с другой стороны. Вы говорите, раньше ты таким не был. Раньше ты таким не был. Знаете, как говорят, я всегда говорю, что самый популярный подарок на свадьбу жениху, знаете какой? Жидкость для снятия стресса после снятия макияжа. Потому что я никогда не думал, что ты такая, или ты другая, и так далее. Друзья, семья это гораздо глубже. Семья это наука. Это наука. Семья это наука. И очень важно хотя бы чуть-чуть, хотя бы курсы пройти. Хотя бы курсы пройти. Я уже не говорю о том, чтобы лет пять поучиться этому вопросу. Лет пять поучиться. Поэтому добро пожаловать в наш проект. Видите, вот вам весело, интересно, мы так общаемся. В принципе, это то, как проходит наш проект. Достаточно незамысловато. Но сразу хочу вам сказать. У нас есть какие-то наши убеждения. Убеждения о семье. Они сформировались за 14 лет. 14 лет, друзья, вот я могу памятник своей жене при жизни поставить точно, за то, что 14 лет она терпела меня. До сих пор, сейчас только для меня начинают доходить некоторые истины. И я не могу себе представить героизм женщины, которая 14 лет терпела, знаете, как говорится, раньше была без права на переписку, или без права реабилитации, без какой-либо малейшей тени на то, что что-то изменится, и надежды. Потому что я лично был убежден в каких-то вещах, что я был прав. Сегодня я настолько же убежден, что я был не прав. Просто для меня это дошло. К счастью, для меня это дошло, когда моя жена в рассвете сил, когда мне не приходится расставаться с ней, плакать угробой и говорить о том, что как же я ошибался. Но, к сожалению, у кого-то так и происходит. Поэтому хочу вам сказать, друзья, вы на правильном месте, все отлично, у нас все с вами получится, очень получится, сразу вам хочу сказать. Если вы семейные, потому что там делается упор такой, неженатый, незамужний. Если вы семейные, у нас есть курс отдельный для семейных пар, где мы говорим вообще по-другому. Где мы говорим, и мы понимаем друг друга с полусловом. Где нам, мне, не приходится спорить и доказывать о том, что влюбленность проходит. Поверьте, все семейные, у нас есть один общий урок, когда мы делаем очную ставку. Знаете, что мы делаем? Мы берем семейный курс и неженатых, незамужних. Сводим и показываем один фильм. И в конце спрашиваем, ваши впечатления? Я ни слова не говорю. Встают семейные пары и начинают ставить на место. Говорят, ты что? Ты что, не понимаешь? И начинают ставить вот этих взорвавшихся, неженатых, незамужних, ставить на место. Потому что, друзья, реальная жизнь, жизнь сурова. Жизнь справедлива, жизнь правдива. Но это и здорово. Поэтому у нас предстоит курс такой с вами 3-4 месяца в ближайшем. Мы не делаем месяц, мы делаем 3-4 месяца. Почему? Ну, когда-то еще Некрасов писал о славянском народе, что у нас в башку, если что-то там вобьется, то околом оттуда потом ее не выбьешь. Мы упираемся. Поэтому 3-4 месяца приходится работать. Один раз в неделю мы проводим. Но у нас есть домашнее задание. И вот в этом году будет очень интересный. Мы будем с вами выполнять домашнее задание. Не в конце, как раньше было. Раскрутали. Мы еще и контрольные пишем. Мы, кстати, контрольные пишем. И диплом получают только те, кто написали контрольную работу. Институт же. Ну, а как? По-другому никак. И мы об этом вопросе очень строгие. Но на самом деле будет интересно. Поэтому сегодня вы еще послушайте, я думаю, какие-то истории. Ну, когда мы с вами познакомимся, мы пообщаемся. Очень приятно было с вами познакомиться. Всех вас здесь увидим. Как вам дождь нормально? Вы его и не замечаете. Не замечаете. Я тоже, серьезно. Вообще не заметил. Вообще не заметил. У вас вообще сегодня было утром. Давайте. Заканчивать надо? Да. Я помню, все закончилось. Я сегодня был счастливым. Я довольный был. Вы хотите, да? То я не остановлюсь. Я сегодня такой довольный. Сегодня проходила у нас под эгидой Олимпийского комитета. Олимпийская зарядка называется. На Крещанике никто не был сегодня из вас. Не были. Там куча спортсмена видели. Вот мы сегодня там, у нас была такая программа, фитнес-бум мы делали. Я такой счастливый. Слушайте, так здорово. Мне так это делала. Кстати, делала одна же наших выпускниц, Ольга, которую вы видели. Слушайте, мне так понравилось это дело. Вот она, да. Мастер спорта по легкой атлетике, фитнес-тренер. Вот такая. Вот видите, даже успешная женщина, а с семьей нет проблем. Я, если честно, давайте так скажу. У меня всегда был один вопрос. Ну реально, смотрите, красавица. Если я вам скажу, сколько лет сейчас мужчины, вы прозрете. Как это было? 42 года. Выглядит неплохо, поверьте. Очень. Я всегда никак не мог понять. Короче, давайте скажу вам. Когда смотришь журналы, развод там, тот-то разводится с тем-то. Там, к примеру, Абрамович Роман разводится со своей женой. Кто еще? Пугачева с Киркором. Не, не, Пугачева с Киркором, ладно. А знаете, когда оба реально красивые? Ну ладно, не надо, не будем вырезать. Так вот, короче, когда разводится реально два красивых человека. Я всегда не мог понять. Нет, что ему еще надо? Реально, смотри, красивая, богатая. Ну все при ней. Почему разводится? У меня был вопрос. Но сейчас я знаю ответы на эти вопросы. И я понимаю, почему это происходит. На самом деле. Но ответы на эти вопросы мы с вами будем разбирать вот именно на самом деле.